Дорогие девушки, всем привет! Я всех приветствую на своём канале. Я записываю вступление к своему видео. Сегодня видео-продолжение из Юникло, примерок новой коллекции весенней из Юникло. Но когда я записывала это видео, я совершенно забыла, что у нас на носу 8 марта и посмотревший график, так сказать, расписание моих видео на канале, я поняла, что это видео выйдет в среду 8 марта сегодня. И там я никого не поздравила, и я подумала, что надо записать вот такое вот вступление с поздравлениями, потому что, как вы не хотите, а где бы мы ни жили, но праздник 8 марта мы все помним и стараемся отмечать. Я подзабыла про него, потому что в Канаде 8 марта не отмечают. Ну, как не отмечают? Это, в принципе, не выходной день, это обычный рабочий день. Ну, может, день по радио, по телеку скажут с утра, что вот сегодня международный женский день, но, в принципе, как бы бурных празднований и отмечаний нет. На государственном уровне он не отмечается. Вот, поэтому я... Вы знаете, когда вы живете в окружении, что нет подготовки к этому празднику, нигде про него не говорят, нигде про него не вспоминают, то он как бы это вылетает из головы. Поэтому, записывая вот видео в Юникло, я вообще совершенно... У меня это вылетело из головы, а сейчас я подумала, что надо бы поздравить девчонок, иначе будет просто некрасиво, и я бы сама себе такого не простила. Поэтому я вас поздравляю. Все девочки, которые меня смотрят, прекрасные, замечательные девушки, женщины, я знаю, что вы все красавицы, я знаю, что вы все умницы, вы все любите моду, вы все следите за новинками последних тенденций в моде и вообще в красоте. И это то, что нас женщин делает женщинами особенными и привлекательными, и замечательными. Всех поздравляю с весенним праздником, 8 марта, с женским днем. И желаю вам, чтобы жизнь ваша была замечательно, прекрасна, чтобы вам дарили замечательные, красивые подарки, чтобы все было хорошо, конечно же, здоровья, конечно же, мира, и, конечно же, чтобы все ваши мечты сбылись, и чтобы все ваши жизни получилось так, как вы хотите. Всем привет из Канады, а теперь переходим к примеркам из магазина Юникло. Всем привет, друзья, мы к примеру с ней Юникло. Сегодня у нас большая комната, нам повезло. Я принесла некоторые вещи, которые некоторые из них я вам показывала при обзоре, некоторые нет, и сейчас покажу, что к чему, и надеюсь, что у нас будет сегодня тихо, спокойно, и никто нам не будет мешать, потому что я уже слышу плачу за детей, вы, наверное, тоже, но я надеюсь, что они далеко и слышны будут не очень. Давайте я вам покажу, что я принесла. Вот это платье-комбинацию, хотела его померить. Вот эту зеленую хлопку в рубашку, она сейчас на распродаже разных расцветок. Две пары белых брюк, потому что они разного фасона и разного размера. Я хочу помериться этой рубашке и понять, какой размер мне лучше. Вот это платье-халат, который можно носить как верхнюю одежду, и вот это вот Uniqlo U платье хлопковое, тоже трикотажное. Интересно мне его померить. И вот это на распродаже сейчас, оно должно быть уже очень дешевое, такое платье-свитер мрачного цвета. Взяла померить, так ли ради интереса. Давайте померить. Так, очень классический вариант. Полосатая рубаха хлопковая и хлопковая же бюджет. По-моему, они 100% хлопок. Я сейчас проверю, вам скажу. Хороший такой образ, классический. Сапоги у меня тут как бы не очень подходят, но классический образ на лето. Очень хорошие вот эти рубашки, красивые, это размер медиум. В самый раз он на ней сидит, они есть разных цветов. Можно немножко подрастегнуть ее, нужно подкатать рукава, ее нужно носить как верхнюю. Просто если расстегнуть и надеть сверху на какой-то топ, например, юбку или шорты, или даже на платье. Вот так можно закатать рукавчик, чтобы она выглядела более расслабленно. Мне так больше нравится. Ну или здесь, подобрать ее немножко. Брюки, я сейчас покажу. Я пришла две пары брюк разного размера, разного фасона. Вот эти медиумы на ней совершенно хорошо сели. Единственное, что они, видите, как просвечиваются. И мне это совсем не нравится, потому что вот эти вот карманы, они вот, ну что это такое? Они все совершенно просвечиваются. Это даже совершенно не важно, какое на вас надето белье, просто сам карман просвечивается. Его либо надо отрезать и просто его зашить, уничтожить как класс и убрать отсюда вот просто вот так. Просто убрать. Но это неудобно, потому что очень хочется руки в карманы. Брюки должны быть с карманами, на мой взгляд. Всем они хороши, единственное что, что здесь происходит, а ничего. Если да, такие брюки, то другого цвета, потому что белые очень прозрачные. Но если вот с такой вот длинной рвакой, то вполне нормально, вполне себе неплохо. Так, это другие брюки, они немножко другого фасона. Видите, они покороче, и поуже внизу, те такие более клешные. И это размер LARCH, та же история. Белые брюки просвечиваются карманы абсолютно. И смешно, да, равно это LARCH, а те были медленные. Но я как бы по фасону поняла, что эти будут мне уже, поэтому надо брать размер побольше. Потому что у них немножко другой фасон, такой покомпактнее. Поэтому я взяла больший размер и не ошиблась. Сейчас я вам покажу, с чего они сделаны и что к чему. Единственное что, опять же повторюсь, вот в таком вот белом варианте, если вы их покупаете, вы посмотрите, как карманы просвечиваются. Значит, вы должны понимать, что вы либо должны носить что-то сверху, либо эти карманы, их как-то надо убирать. Вот так. Давайте посмотрим, как и раньше. Видите, эти брюки абсолютно гладкие. Здесь эти брюки защипами. И внизу они намного более клюшные, чем вот эти. Это размер LARCH, это размер медиум, как я думала LARCH. Но, как всегда, нашли сюрприз. Это оказывается размер медиум. Они висят на неправильной вешалке. Я вечно на эту удочку попадаю. Я надеюсь, что они мне, как бы, что они все делают как надо. Они, видите, как вешают лишь бы что-надо, что-то. Значит, стоят они 60 долларов. И по составу они 100%, ой, нет, 50% лен, 50% хлопок. И в карманы подкладка 100% хлопок. Что хочу сказать. В принципе, мне и медиум неплохо. Но я ведь, я думала, все это LARCH. Подумала, боже мой, насколько же они отличаются по размеру, если этот LARCH мне так притык на самом деле. А это был медиум. Видите, у них, они хорошо сделаны. При этом, вот здесь вот, в этих, я тоже примеряла медиумы, они мне довольно свободны. Здесь есть резинка в боках. А здесь есть резинка сзади. И это очень удобно. И состав их такой же. Сейчас я проверю секунду. Так, состав у них 43 района, 34 лен и 23 полиэ. Вот, то есть вот, а цена одинаковая. Эти тоже стоят 60. Здесь немножко из полиэстера. А в этих чистый лен и хлопок. И цена такая же. Ну, другой немножко фасон. Зависит от того, что вы больше любите, какие у вас будут качества. Так, рубашка на середине, без сюрпризов. Действительно, размер медиум. Она 100% хлопок. И 49,90. Она сейчас на селе за 39,90. То есть, они сейчас на распродаже на 10 долларов дешевле. Мне очень нравится ее цвет. Красивый, яркий зеленый цвет. Такой весенний, радостный. Летний даже, я бы сказала. Они еще там в сиреневую полоску. Однотонные есть. В общем, разные всякие. Вот такие вот рубахи. Но мне очень нравится именно вот этот вот зеленый. Есть у нее такие немножко, вот такие разрезы, швах. Ну, вот такая рубаха-рубаха. Ее можно носить как верхнюю, как просто рубаху, как что-то наверх накинуть, как верхнюю такую одежду. В принципе, очень классичная. Принесла это платье-свитер зимней, зимней коллекции. Мне она не нравится. Оно мне маловато, потому что единственный, который размер я нашла, это medium. А мне бы надо было арч, потому что он, я могу сказать, что прям облегает, но маловато. Он, конечно, ну он должен быть такой короткий, но в принципе, вот он должен быть по объему здесь, потому что как-то узковат. Я не знаю, сколько он сейчас стоит. Я думаю, что очень дешевый, потому что они уже из самой зимы, из начала зимы. То есть, в принципе, я думаю, что они будут стоить, ну может 20 долларов максимум, 25, что-то такое. Но он мне маленький. По-любому мне не нравится, как он сидит. Слишком, слишком маленький и узкий. Видите, здесь написано, цена 60 долларов, но это то, что было до распродажи, и я думаю, что они честно на распродаже, в основном акрил, полиэстер, 5% шерсти, размер medium, ну в общем, не очень борется, потому что он маловат. Ну вот, а так он симпатичный. Он свитер, оно платье, я не знаю. Короткое платье. Если был бы размер больше, оно было бы длиннее, и было бы, конечно, все дела бы получше. Так, платье комбинации из новой коллекции, летние. Я взяла размер лавчика, хорошо, что не взяла medium, потому что оно у меня так, знаете, еще сантиметр меньше, и оно у меня уже будет не очень. То есть вот здесь, это оно у меня, в принципе, нормально. Вот здесь как бы очень плотно, и оно очень длинное. Не то, что плотно, оно не плотно, оно живо торчит. В принципе, все как-то, оно как-то сшито, что очень выделяется всякая, всякие нерудности организма, тела. И поэтому вот даже, наверное, может, мне надо экстрал, если у них здесь, я даже не знаю, но он мне будет здесь. У них, правда, регулируются шлейки, поэтому, в принципе, даже большой размер можно как-то так приподнять шлейки и будет, в принципе, нормально. Но, не знаю, очень длинное и маловато чуть-чуть. Если живот тянут и не дышают, то нормально. Но я придумала, как можно его носить. Это такое платье-рубашка, которое, на первый взгляд, сразу напомнило мне докторский халат. Я думаю, что вам тоже. Потому что цвет и фасон такой, платье-фалат, цвета белого, естественно, сразу возникает в мыслях доктореса. Оно симпатичное, это платье, и там именно вот у них показано, что его можно носить как платье, а можно носить как накидку сверху, как верхнюю, такую, знаете, как верхнюю одежду. Они из черной, по-моему, бежевая, и, наверное, бежевый был бы лучше, потому что он не напомнил бы так докторский халат, но, в принципе, цвет красивый. Не знаю. И хорошо вот с этим вот ягодным цветом этого платья вместе сочетается. И просто я вам показываю, что вот все платье-комбинации, если они немножко у вас там не совсем правильно сидят на вас, то вот такое платье-комбинации можно надеть, и вы просто прекрасно будете в нем выглядеть. Ну, вы все знаете, конечно, про это и сами. Ну, да, если его застегнуть и завязать кольцом, то оно меньше напоминает докторский халат, а напоминает... Я, может, похоже на поварилку теперь. Не знаю, что-то вот светло-белые вот эти цвета, вот такие светлые. Может, я придумываю, но мне как-то вот, знаете, я прям так вдохновилась, мне так захотелось вот такого летнего светлого кремового цвета примерить. Я пока оставила нижнее, но представьте, что его нет, а что это просто платье. Опять же, вот карманы просвечиваются. Что происходит? Ну, это же никак нехорошо. И белье, наверное, будет просвечиваться, надо носить совершенно что-то бежевое такое нелидное. Ну, в общем, с этими белыми цветами, светлыми кремами надо очень-очень быть осторожными и внимательными. Видите, как все просвечивается, карманы все светят. Ну и да, немножко как бы ассоциация с каким-то работниками пищевой промышленности или медициной. И что у нас по цене состав? 70 долларов, размер медиум я примеряла. Видите, оно довольно объемное. То есть медиум у меня со свистом хорошо. Оно приятно такое, как шелковистый такой материал. И это у нас 70% плестр и 30 район. Ну вот, ну, фасон неплохой, вы знаете. Цена мне не нравится, 70 долларов. Ну, если смотреть на распродажи. Но вот этот цвет, видите, он очень спорный, очень. Так, платье комбинашка, оно стоит тоже 60 долларов, тоже немало, размер ларча. Примеряла стопроцентный полиэстер. Цвет очень красивый. Такой ягодно-малиновый. И что в нем хорошего, у него есть, видите, регулируются бретельки. И это очень удобно. А так, оно совершенно обычная базовая платье комбинация. К сожалению, я не знаю, что у них есть размер экстра ларча. Потому что здесь не указана у них размерная сетка, какие размеры есть. А только указан размер самого изделия. Ну, как есть. Так, это платьица Uniqlo U, размерчик medium. Я взяла, немножко лоханулась. Конечно, можно было бы и large. Я как-то не учла. Вроде так на вид оно висело, оно было такое большое. Вы знаете, что в нем интересно? В нем очень интересно сделан как-то рукав. Видите, как-то необычно. Он такой, какой-то такой, как немножко... Ну, в общем, необычный рукав. Во-первых, длина такая по локоть. Потому что у них есть платья такие же. Их Uniqlo, это Uniqlo U. У них есть такие же платья с обычным рукавом. И вот они реально большого размера. Вот они реально medium и не хорошо. А этот я решила, что они такие же, но они, видите, поменьше будут. Это Uniqlo U. У них немножко по-другому сделана горлотлина, сделана рука. Тоже такие вот карманы вкроены. И немножко размеры отличаются. Ну, и цвета разные всякие. Да, ну вот видите, разница в том, что в нем... 65% хлопок, 35% полиэстер. Поэтому они немножко дешевле. Они стоят 50 долларов, несмотря на то, что это как бы коллаборация Uniqlo U. Потому что платья Uniqlo такие же. Они 100% хлопковые. И они стоят, по-моему, по 60. Надеюсь, долларов дороже. И они побольше как-то так. А это вот такой немножко узенькое такое. По фигуре приталенное. Ну вот интересный рука сделал. Необычный, как-то странно. Так ничего, размерчиков бы надо побольше. Тоже разные цветов они есть. Единственное, что оно не 100%. Ну что ж, мне как всегда повезло. В соседней кабине были две дамы. У меня всегда. Это какой-то, вот знаете, мой злой рок. Обычно приходят две девочки. Мама с дочкой и две подружки. Одна внутри примеряет, вторая в коридоре ее ждет. И которая примеряет, она все время выходит. Заходит, выходит, заходит в примерочную. Блямает дверями с размахом. Очень громко они советуются и обсуждают. Вот сейчас. Очень громко они советуются и обсуждают то, что та примеряет. И в общем, я надеюсь, что это не очень вам мешало. Я надеюсь, что вы не очень слышали этот шум. Если да, то я прошу прощения. Это не клоу, у нас особенно шумный магазин. Все. Люблю целую. Всем привет из Канады. С вами была Дита. Пока-пока-пай.